Всем привет! Продолжаем рассматривать картины у изобразительных искусств Будапест. Святой мученик Стефан, Доминика Герландая и его мастерская. Наскешто в Азаре с большим уважением писал о последних произведениях Герландая, законченных его учениками. Картинок для главного алтаря церкви Санта-Мария-Новелло по Флоренции. Там они находились до 1804 года. А затем, когда алтарь был разобран, разошлись по различным картинным собраниям Европы. На картине изображен святой мученик Стефан. Вот как написано в Писании. Молодой диакон бесстрашно предстал перед судьями за Божью веру и сказал, как отцы ваши, так и вы, кого из пророков не гнали отцы ваши. Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Сердце Серафима было при этом до того исполнено благодати Божией, что весь облик его стал подобен ангельскому. Из усталились Богу духовенные слова, а на его лице отобразилось небесное сияние, какое сам Господь явил в день своего преображения. Не в силах стерпеть этого свидетельства прославления Христа, разгневанные иудеи закрыли себе уши и набросились на Стефана, вывели его за городские стены и побили камнями. Непрестанно призывая имя Господне, святой Стефан при своем последнем издыхании успел произнести подобно поднятому на креске Иисусу слова наивысшей любви к своим врагам. «Господи, не внеем ли им греха сего?» Так говорится в Википедии о святом апостоле первомученике и архидиаконе Стефане. Будапештская картина с точки зрения как формы, так и техники весьма близка к поздним творениям Герландаю. Тяжелопадающие, жестко моделированные складки одеяния святого мученика, ясное спокойствие его лица, резкость, тем не менее удивительно тонко, вырисовывающие в ярком свете детали, сверкающие краски – все это указывает на то, что Доминика собственноручно принимал участие в создании этого произведения. Несомненно, именно он набросал эту фигуру, стоящую в нарядной нише, с непринужденностью, элегантностью и простотой, едва заметно несущую на себе следы избиения камнями святого мученика Стефана. Он же написал и лицо святого. Вот сейчас мы познакомились с картиной Доминика Герландая и его мастерская «Святой мученик Стефан» по книге «Тосканская живопись эпохи Возрождения» издательства «Карвина». Пока-пока, до свидания, посмотрели картину.